Интересные факты. Топ-10 фактов об обонянии, которые вам любопытно будет узнать. Первое. Согласно результатам исследований, опубликованным в журнале Science в 2014 году, нос человека может воспринимать по меньшей мере триллион отчетливых запахов. Второе. Одним из самых приятных запахов люди считают аромат ванили, некоторые запахи цитрусовых, корицы, печенья и цветных карандашей. Автор этого исследования Долорес Маласпина, профессор клинической психиатрии из Колумбийского университета в Нью-Йорке. Третье. Как утверждает профессор Маласпина, обоняние – самое древнее чувство. Способы восприятия химического состава окружающей среды есть даже у одноклеточных организмов. Четвертое. Существует целый ряд аномалий обоняния. Среди них – аносмия – полная или частичная потеря восприятия запаха. Дизосмия – нарушение обоняния, когда вместо одного запаха воспринимается другой. Гиперосмия – чрезмерное восприятие запаха. Пятое. Группа ученых из Тель-Авивского университета разрабатывает новый способ идентификации личности с помощью запаха его пота. Согласно их теории, пот – это химические отпечатки пальцев человека, уникальные для каждого. Шестое. Обоняние отвечает за 75-95% восприятия вкуса. Не вдыхая запах продукта, мы значительно хуже воспринимаем его вкус и не можем отличить один вид пищи от другого только по его текстуре. Седьмое. Потеря обоняния может свидетельствовать о развитии болезни Альцгеймера. Снижение способности воспринимать запахи связывается с потерей функциональности клеток мозга. Восьмое. Восприятие запаха может стать одним из способов диагностики аутизма. Согласно данным некоторых исследований, дети, страдающие аутизмом, не делают различий между приятными и неприятными запахами и вдыхают их одинаково, не пытаясь вдохнуть поглубже вкусный аромат или дышать неглубоко, если запах плохой. Во время экспериментов такой дыхательный тест показал 81% точность при постановке диагноза у детей в возрасте 7 лет. Девятое. Нос определяет звук голоса. То, что мы слышим, когда люди говорят или поют, во многом зависит от резонирующих структур в горле и носу. Сам звук производят голосовые связки, но его насыщенность определяется тем, как он обрабатывается выше связок. Характерный носовой голос при заложенности носа возникает из-за отсутствия назального резонанса. Десятое. Ринопластика или пластика носа. Вторая по распространенности косметическая операция. Согласно данным Американского общества пластических хирургов, в 2010 году в США было проведено более 250 тысяч операций по изменению формы носа. Первое место по распространенности принадлежит пластике груди. Вместе с тем, это одно из самых сложных по функциональности пластических хирургических вмешательств. Ведь иногда речь идет о миллиметрах, которые отделяют удачную операцию от неудачной. Подписывайтесь на канал ТДНСФАКТ, ставьте лайки, пишите комментарии, не делитесь с друзьями. Пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!